Приветствую вас, аналит. Ну, во-первых, я думаю, что вы от чего-то прячетесь, вот по ощущениям. То есть, набор веса, расставание с молодым человеком, не желание выходить куда-то, что это навевает на мысль о том, что вы от чего-то прячете, что вы увидели угрозу. И, возможно, это только мое предположение, возможно, это ошибочное предположение, но, вероятно, вы увидели угрозу стать счастливой, стать успешной, вот. А вам этого делать нельзя, потому что, если вы станете успешной, вы будете чувствовать себя виноватой. И вообще, вы считаете, что успешность для нас, скорее всего, для вас не заслужена, и счастье для вас не заслужено и так далее. Потому что 42 года вы раздались с мужчиной. Ну, это все-таки о чем-то говорит. С другой стороны, может быть, наступило переоценка ценностей, и то, что вам было важно и интересно до сих пор, или вот до того момента, как у вас началось это все. Сейчас вам уже перестало нравиться. Сейчас вам уже важно немножечко другое. Но вы это продолжаете игнорировать. И вот вы чувствуете, что что-то не так, что что-то изменилось. А по привычке продолжаете делать то же самое. Испытывая эту тревогу и заедая эту самую тревогу. Понимаете, с ленью не нужно справляться. Нужно смотреть на ее причину. С потерей мотивации не нужно справляться. Нужно смотреть, вследствие чего мотивация пропала. Понимаете, в чем дело? Вследствие чего происходит обесценивание того, что вам важно. Если, конечно, мы не говорим о нарушении здоровья и так далее. Я, кстати, рекомендовал бы вам к врачу обратиться, проверить, нет ли у вас каких-то физиологических проблем. Вот. Потому что, в том числе, депрессивные мысли могут появляться в результате выполнения себе физиологии. И уже потом, когда физиологические причины будут исключены, а может быть и параллельно, поисследовать ваши внутренние конфликты. Поисследовать ваши внутренние противоречия, может быть страхи. То, о чем я говорю. То есть, первый шажок, это шажок к психотерапии. Первый шажок, это шажок к понимании того, а что же, собственно, я обесцениваю, что же, собственно, вот я не хочу этого, а чего я хочу. Если я хочу, например, все время отдыхать, то что меня напрягает? Вот первый шажок, это шажок к изучению себя, к исследованию своего внутреннего мира, к исследованию своих протворечий, своих установок, своих ценностей, своих мыслей, своих чувств. И вот там и кроются ответы на все ваши вопросы. А не на поверхностные что, возрастные изменения и прочее, прочее, прочее. Если человеку что-то важно, если человеку что-то интересное, возраст не имеет значения. А вы себя оправдываете. Вы так и говорите, я себя оправдываю. То есть, я хочу, условно говоря, расслабиться, мне необходимо расслабиться. Повторюсь, если это психологическая проблема, если это не физиологическая история. Я хочу расслабиться. А я не могу. Я не должна. Так может быть вы 42 года только и делали, что шли по чужой воле. Может быть вы 42 года только и делали, что пытались оправдать чужие ожидания. Может быть вы в отношениях были и старались только оправдать ожидания ваших мужчин, чтобы они от вас не ушли. А сейчас устали это делать. Ну да. Если это так, то вполне возможно. Силы человека не безграничны. Ресурсы человека не безграничны. Люди не молодеют. С возрастом. Как бы если не тренироваться, то даже если тренироваться, то силы все равно будут убывать скорее, чем пребывать. Меньше, но будет. Так вот вам подсознание это может быть подсказывает, что так хватит уже жить для других людей. Хватит уже жить для кого-то. Может быть пора уже для себя жить наконец. Вот может быть пора собой быть наконец. Так а я не знаю как это. Я не знаю как это жить для себя. Я не знаю как это делать. Мне не обрадоваться чьи-то ожидания. Знаете какая штука. Ну то есть опять же вы говорите последнее время. То есть последнее время это какое? Что происходило тогда в то время? Это же не тот правильный процесс. Который происходит вот. Раз и все. Тут нужно смотреть. Может быть у вас что-то в жизни произошло. Такое что навело вас на определенный мир. Вот. Может быть ваши собственные ожидания не оправдались. И вы начали разочаровываться во всем. Тут нужно смотреть на свои ожидания. На ваши собственные ожидания. Того что ну от своей деятельности. Потому что это важно. Это влияет. В этом все. Надеюсь что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. 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 Удачи.